Многие задают вопросы, почему ты не касаешься ситуации на Ближнем Востоке, ничего об этом не говоришь в своих выпусках, а ведь то, что там происходит сегодня, сродни катастрофе, ну почему не касаюсь? Касаюсь! Мы много об этом говорим и пишем, в частности, в нашем телеграм-канале, как правило, по горячим следам. Кстати, сейчас вот снова открыли комментарии для подписчиков, в которых можно дискутировать на любые темы и по поводу событий вроде вокруг Палестино-Израильского конфликта в том числе, если кто-то до сих пор не подписан. Добро пожаловать! Ссылка есть в описании к этому видео. Привет! Привет! Нам войти-то можно? А кому это нам? Что до Ютуба и вот этой вот конкретной программы «Реальная журналистика», здесь мы действительно Ближний Восточный конфликт обсуждаем очень мало, но на то есть две объективные причины. Причина номер раз. Программа у нас не новостная, она информационно-аналитическая, выходит два раза в неделю, иногда три. Событий-то туда, в принципе, не вписывается. Почему? Да потому что пока мы выйдем в эфир, все уже все обсосали. Какой смысл еще и нам по 25-му кругу сокрушаться о том, о чем и так все в курсах, тем более, что я нахожусь не в гуще событий, не в Палестине и не в Израиле, а в тысячах километрах оттуда, поэтому вряд ли я смогу добавить чего-то нового. Ну а хайпится на горячих темах, как это делают многие мои коллеги, считаю неправильным, считаю это невероятной глупостью. Причина номер два. Сама концепция РЖ, которая была заявлена изначально, с самого первого дня существования этого канала мы, российская СМИ, обсуждаем мы главным образом новости России, которые касаются непосредственно произошедшего в нашей стране, и чего, кстати, многие годы не делают СМИ официальные, хотя это их работа, они за нее деньги получают. На самом деле, вот шутки шутками, а я-то руководствовался примерно теми же соображениями, когда создавал канал и придумывал данную программу, у нас своих проблем, что ли, не хватает. Почему мы вечно за всеми подсматриваем, а вот в Америке, а вот в Израиле, а вот еще где-то там, где я не буду никогда, тебе какая разница? Что где-то там происходит, ты у себя в доме подмети хотя бы, начни жить своей жизнью и будет тебе счастье. Ну а для событий сегодняшнего дня, в том числе событий международных, повторюсь, у нас есть Телеграм. Добро пожаловать, это Реальная журналистика. Прошу прощения за столь долгое вступление на отвлеченную в общем тему. Поехали! Ну и welcome to Russia, давайте все-таки к делам нашим скорбным. Российский общепит столкнулся с дефицитом куриного мяса. Росстат. Первыми тревогу забили рестораторы, в частности компания Юнирест, которая управляет сетями фастфуда KFC и Ростекс. Это очень крупные сети, вы знаете, и специализируются они как раз на блюдах из птицы. Вообще проблема возникла еще летом. Тогда, правда, перебоев с поставками не было, а вот цены били рекорды. На предпоследней неделе июля цены на куриное мясо в стране установили новый исторический рекорд. По данным Росстата, этот показатель остановился на отметке 196 рублей. Цены на куриное мясо побили исторический рекорд. По данным Росстата, килограмм этого продукта сейчас стоит больше 196 рублей. А в розничных сетях цена достигает 270 рублей за кило. За три месяца ценники выросли на 14%. О подорожании мяса и птицы заявляют эксперты, да и обычные покупатели уже успели удивиться новым ценникам. Сколько? 196 рублей. Да ты шо? Однако теперь, говорят бизнесмены, речь идет уже именно о дефиците, то есть даже за деньги. Даже по высоким ценам закупить необходимые объемы не получается короче. В ассоциации рестораторов и ательеров стали разбираться, в чем проблема и, о чудо, официальная версия – нехватка сотрудников на птицефабриках, удорожание кормов, нарушение логистических цепочек. Даже, кстати, версия с происками врагов оттуда была, которые, как известно, гадят в российских подъездах под руководством Байдена и не только в подъездах. Впрочем, у нас всегда закупались яйца для выращивания вот этих курни-сушек и в том числе бройлеров, поэтому здесь появляется импортная компонента, импортная составляющая и, соответственно, цена на эти ингредиенты будет зависеть от курса доллара. То есть все как обычно, виноват кто угодно, даже марсиане, только не мы сами, хорошо, давайте по-другому на эту ситуацию взглянем. Может больше ясности появится, для начала предлагаю вернуться на год назад всего, даже меньше, в прошлую зиму 2022-2023 и вспомнить, что нам пели по этому поводу тогда. Я вас внимательно слушаю. Итак, Россия наращивает объем производства мяса птицы. По итогам 2022 года 20 ведущих компаний страны произвели свыше 4,6 миллиона тонн бройлера, что на сколько-то там процентов больше, чем годом ранее. А вот как раз нашел на сколько, на 5 процентов почти план перевыполнили. И об этом сообщили не где-нибудь, а в Национальном союзе птицеводов со ссылкой на данные Росстата. Ну, то есть росла-росла отрасль как бамбук. Еще совсем недавно сплошные рывки и прорывы наблюдались. Но это не точно. А вот вам уже майские заголовки, но они почему-то менее оптимистичны. Рынку не хватает куриных тушек и филе, пишут ведомости, например. Или аналитики AD Limited выяснили, что на российском рынке образовалась физическая нехватка объемов мяса бройлеров от Retail.ru. Написал на минуточку, не баран чихнул. Ну и так далее. А сейчас мы вообще говорим о дефиците с этого начали как раз. Да ладно, серьезно. Объясните мне тупому, как у нас все время так получается? Сперва визжим о невероятных успехах. Смотрите, завидуйте, я гражданин великого с коленов стана. Потом начинаем мы и ныть. Ой, что-то пошло не так, а по итогу оказывается все. Кина не будет, электричество выключили, как сейчас. Прямо. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. А потому что нефиг в Китай все отправлять. Ладно, давайте к десерту так сказать. Давние зрители моего канала хорошо помнят, как еще несколько лет назад я шутил, мол, однажды мы дождемся момента, когда лица, облеченные властью, начнут общаться с нами, как с пустым местом на эй и матом. Причем в прямом эфире, не стесняясь журналистов и под камеры, дождались друзьям этого момента. Намедни. В эфире главного информационного телеканала «Страны Россия-2» примерно оно и произошло. Некто Гурулев, депутат Государственной Думы от «Единой России» открытым текстом сказал, что хотел бы изолировать, или дальше цитата, хотя бы как-то уничтожить тех россиян, которые не поддерживают действующего президента, ну вот, дабы не быть голословным. Я железно знаю, что он победит капитально так, что не снилось ни всей этой швали, которой Бакроны, Байдены, Шольца и так далее, и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожить. Чего будет? Для тех, кто не понял или не догнал, что этот человек только что ляпнул еще раз, а в буквальном смысле предложил изолировать, и, возможно, даже уничтожать, тех граждан России, которые на выборах не поддержат кандидатуру Владимира Путина. Кстати, мои коллеги уже даже посчитали, о каком количестве россиян идет речь, опираясь, правда, исключительно на данные в ЦИОМ, а в ЦИОМ говорит, Великого Курчева поддерживает 80% населения, кстати, как и Гурулев, стало быть, ни много ни мало 30 миллионов наших соотечественников. Депутат хотел бы, мягко говоря, заделитить, хотя, если опираться не на данные социологов, а на опыт предыдущих избирательных кампаний, реальная картина выглядит гораздо печальнее. Предлагаю для начала вернуться в 2018 год и посмотреть на итоги голосования в абсолютных цифрах, а не в процентах. Так вот тогда за Владимира Владимировича проголосовали 55 миллионов человек. По результатам обработки предварительной у нас победитель Владимир Владимирович Путин, который, скажем, набрал вот такое беспрецедентное количество голосов. Я просто поплопаю. Вот. А всего же, по данным ЦИОМа в России, насчитывается 109 миллионов избирателей, из которых, как я уже сказал, 55 миллионов Путина поддержали. И теперь берем калликулятор и считаем, ух ты. А примерно столько же 54 миллиона не поддержали. Это не я придумал. Математика ж на наука точная. Тю. Так это что ж получается? Депутат Гурулев хотел бы от каждого второго взрослого жителя в России избавиться? Что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. А это как называется? Не призыв к геноциду, нет? Ну а если без Стёба, они вообще там обалдели. Одна, значит, о теоретической возможности взорвать термоядерную бомбочку над территорией нашей страны болтает, и ей всё это сходит с рук в итоге. Второй вот сейчас вообще договорился до того, что половину взрослого населения страны изолировать или хотя бы как-то уничтожить необходимо. Что происходит вообще? Напомню, что у нас есть Конституция, её никто не отменял, президент по Конституции, кстати, избираемое должностное лицо и на выборах. Человек вправе поддерживать или не поддерживать того или иного кандидата, так всё устроено. Очень надеюсь, что вот этому фееричному выступлению будет дана соответствующая правовая оценка, хотя я не очень верю в ОНЭ. Придут солдаты НАТО, говорили они. Ага, вот только солдаты НАТО всё ещё не пришли, зато депутаты Госдумы на серьёзных щах говорят о необходимости уничтожения наших же граждан. Переваривайте. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока-пока.